Остап Бендер бы позавидовал. В Барнауле появились специалисты, которые продают телевизионные антенны стоимостью 500 рублей в 12 раз дороже. С подробностями Алиса Боковских. Состав преступления найти в их действиях сложно. Телевизионные антенны, которые устанавливают пенсионерам горе-специалисты, действительно работают. Но достаточно повернуть прибор на пару миллиметров, и телевизор начинает ловить только часть каналов вместо обещанных 20. Люди, которые устанавливают антенны, представляются специалистами телецентра Алтайского края. Хотя эта компания таких услуг населению не предоставляет. Наше предприятие не оказывает подобных услуг для населения. Мы можем только оказывать услугу юридическим лицам. Это заключать договоры с ТСЖ, с управляющими компаниями. У нас у каждого сотрудника есть удостоверение работника нашего предприятия. Мы позвонили в одну из организаций, предоставляющих эти якобы услуги. Сослались на то, что вещание пропало. И услышали. На телевышке ремонт. Скоро каналы снова заработают. Вы говорите, что вы к телецентру не имеете отношения, но молодой человек, который мне устанавливал эту антенну, он представился сотрудником телецентра. Как такое можно сказать? Спрашиваю я у него, что он там, с кем он представился. Мы что-то друг друга недопоняли. Я выясню у них, почему они так представляются. Просто от вас первый раз слышу об этом. В телецентре нам сообщили, что ремонта никакого нет. Просто антенны, которые устанавливают эти фирмы, комнатные. Они работают хорошо лишь там, где высокий уровень сигнала. Когда дом жилой находится в непосредственной близости к телецентру, когда нет загораживающих других домов и когда окна повернуты в сторону телецентра. В этих случаях можно принимать на комнатную антенну сигнал цифрового фирмного телевидения. Покупателям никто о таких нюансах не говорит. И получается, что фирмы зарабатывают просто на цифровой безграмотности пенсионеров. А берут с пожилых людей от двух до шести тысяч рублей. При том, что купить такую антенну можно менее чем за пятьсот. Специалисты телерадиовещательной сети предупреждают. Прежде чем отдавать деньги, обратитесь в Центр консультационной поддержки. Номер телефона вы видите сейчас на экране. Алиса Баковских, Дмитрий Козерлыга. Новости.